Итак, ребят, сегодня мы с вами разберем подробно тему, какие виды дохода есть в нашей бизнес-системе. Зовут меня Виктория Прокопенко. В данном бизнесе я работаю уже около 9 лет, почти 10, наверное. На самом деле перспективы здесь серьезные, если относиться серьезно. Но большинство людей, когда слышат слово Reflame, у них представление, что вот каталоги, да, показать, ну, может быть, заработать какие-то деньги там небольшие, дополнительные себе на помаду или на колготки. И как бы представление на этом заканчивается. Но на самом деле вы сегодня будете удивлены, в компании Reflame есть 10 видов дохода, да, 10 видов различных бонусов, которые можно получать. Это и денежные бонусы, и другие материальные выгоды, которые можно здесь иметь. И я вам предлагаю сегодня эту тему разобрать для того, чтобы вы могли действительно быть грамотны финансово в нашей компании и получить максимальные выгоды, выбрать для себя тот вариант сотрудничества, который вам будет наиболее интересен. Хорошо? Итак, начинаем. 10 видов дохода. Что нужно делать в двух словах для того, чтобы какие-то из этих видов дохода получать? Это два основные действия. Помимо обучения, первое, это личный товарооборот, то есть личные заказы размещать. И второе, это приглашать других людей в компанию, либо на дисконт, на потребление продукции со скидкой, либо на возможность построения бизнеса и на заработок. Итак, какие у нас есть виды дохода? Давайте подробно разберем. Первое, даже если вы никого не приглашаете, никому ничего не предлагаете, просто размещаете заказы через свой личный номер на сайте oriflame.by, вы получаете немедленную прибыль 20%. То есть, почему мы считаем, что это вид дохода? Сэкономил, значит, заработал. Представьте, если вы придете, например, покупать автомобиль, который стоит 10 тысяч долларов, да, и вам скажут, вот, пожалуйста, заплатите 10 тысяч. А потом вам удастся договориться с дилером на условия, при которых вам нужно заплатить наличными не 10 тысяч долларов, а 8 тысяч долларов, да. Вот эти 2 тысячи вы сэкономили, и вы можете уже на них купить что-то другое, правильно? Поэтому, конечно же, это тоже считается доходом. Если заказы размещаем только для себя, любую продукцию, да, и мы, например, в семье больше всего wellness для себя приобретаем, есть разные категории, да, почти 2 тысячи номинований. Если просто для себя купили, 20% сэкономили. Если же вы показали кому-то каталог, либо онлайн вариант, либо бумажный, и человек захотел через вас приобрести, сделать совместные покупки вместе с вами, то эти 20% с его заказа вы заработали. Это немедленная прибыль. И вот многие в компании знают только про этот вид дохода, хотя это самый небольшой, вот, на карманные расходы, и на нем, конечно же, не стоит остановиться. Итак, второй вид получения бонусов в нашем бизнесе – это стартовая программа. Это не денежный бонус, это продукции мы получаем, но, тем не менее, если мы в течение четырех каталогов с момента регистрации размещаем заказы по 75 баллов, то за четыре каталога нам приходят наборы подарков, которые суммарно получают стоимость, да, оценку по каталогу 215 белорусских рублей. То есть старыми деньгами на 2 миллиона продукции мы получаем, и если мы кому-то предложили, и человек захотел у нас приобрести, мы можем даже деньгами этот бонус, да, себе купить, либо для себя оставить, либо подарить кому-то на подарки. Второй вид дохода – подарки, и кроме стартовой программы есть еще и другие варианты. Переходим к третьему. Бонус за большой личный заказ. То есть если вы не только для себя приобретаете продукцию через свой номер консультанта, а вы делаете совместные покупки, у нас есть обучение, как это можно сделать для того, чтобы заработать больше, да, то при размещении личного заказа на 250 баллов или более вы имеете бонус за личный заказ. То есть если, например, 450 баллов вы разместили заказ на свой номер через каталог, да, вот оплаты своего заказа их используют. А если суммы большие, да, мы с вами видим, то это, конечно же, побольше нужно поактивничать, но, тем не менее, у нас пройтись люди, которые благодаря личным заказам зарабатывают 100 рублей и более. Третий вид дохода – за личный заказ мы также можем иметь объемный скид. То есть здесь ситуация такая, даже если мы, опять же, никого не приглашали в бизнес, настолько сами размещали заказ, но при этом вы в проекте и вам помогает ваш уже стоящий директор строить группу, например, то с ростом товарооборота группы бонус за ваш личный заказ растет. И разместить просто 150 баллов, например, на свой номер, если у вас по группе 150 баллов и все, это где-то 4 рубля. Но если вы в проекте и у вас строится группа, то за свой личный заказ ваш бонус может вырасти до 31 рубля в случае размещения заказа на 150 баллов, если под вами есть группа, которая делает товарооборот 7500 баллов. То есть объемная скидка – это гарантированный бонус за личный заказ, если вы даже никого не приглашаете, под 150 баллов и более, то есть если, например, 300 баллов личных, да, можете умножить на 2. Ребят, дайте обратную связь, пока понятно. То есть пример давайте разберем, вот личный заказ. Если вы пришли в проект и вы пока только, например, обучаетесь и сами размещаете заказы, делаете совместные покупки через свой номер, то, например, если вы прям активно взялись, да, и личный товарооборот, к примеру, у вас на 450 баллов, 1 балл – это примерно 1 рубль, то немедленная прибыль 20% с вашего заказа – это где-то 90 рублей будет ваш заход. Далее премьер-бонус – это 74 рубля. И объемная скидка, в данном случае это 6% за личный заказ, даже если в группе никого нет у вас, это 25 рублей. То есть получается примерно 190 рублей плюс, если вы новичок, еще по стартной программе подать. Итак, переходим к следующим видам дохода, которые возможны в проекте, если вы не только сами делаете через свой номер консультанта заказы, ну и начнете приглашать людей, которые могут просто для себя что-то покупать, либо заинтересоваться вариантами дохода. Итак, следующий вид дохода – это объемная скидка за групповой товарооборот. Что это такое? Если за личные баллы объемная скидка гарантирована всегда, в случае, например, 150 баллов и выше, то за групповой товарооборот объемную скидку вам выплачивают в том случае, если у вас есть разница в процентном уровне между вами и ближайшими консультантами вашей первой линии, под которыми, ну, возможно, есть какая-то группа. То есть, давайте на примере, на картинке посмотрим. Вот процентные уровни в табличке указаны от 3 до 22%. Они зависят от группового товарооборота. И вот чтобы за группу, за заказы людей в вашей структуре вам заплатили объемную скидку, необходимо иметь разницу в процентном уровне между вами и консультантами, менеджерами вашей группы. Если, например, у вас есть группа, на которой товарооборот, в которой 1500 баллов, значит, менеджер, который вышестоящий в этой группе, в вашей команде, на картинке нарисован, находится на уровне 9%. При этом вы пригласили еще, например, одного человека, который сделал 150 баллов. Он находится на уровне 3% на картинке опечатка. На уровне 3% находится наш второй консультант. И сами лично мы сделали 150 баллов. Итого суммарно у нас всех вместе по группе, на данном примере, 1800 баллов. И вот объемную скидку нам выплатят разницу между нашим уровнем процентным и нашими менеджерами и консультантами. То есть за первую веточку, там, где 1500 баллов, разница какая? 12% минус 9. 3% ваш доход. То есть эти 1500 баллов, это не вы сделали, это сделали люди в вашей структуре. И за этот товарооборот вам заплатят 3%. За вторую веточку, которую вы начали сами, да, там 3%, 150 баллов. Разница какая? 12 минус 3. 9%. Значит, вот за заказ человека из второй вашей веточки вам заплатят 9% за эти 150 баллов. Это не вы их делали. Это сделал приглашенный вами человек, да, либо под ним, там, он уже каких-то людей позвал. Но вам была разница в ваших процентных уровнях. Ну, и за личный заказ мы разобрали, да, за свои 150 баллов 12%. Ребят, дайте обратную связь. Понятно ли, как платится объемная скидка за групповой товарооборот? Возможно, если есть вопросы, то напишите, я вам отвечу сейчас в прямом эфире для того, чтобы вы смогли двигаться дальше. То есть объемная скидка за группу, гарантированный вид дохода, в том случае, если вы работаете, да, если вы, например, приглашаете людей, и у вас есть разница в процентном уровне между вашим уровнем, да, и вашими менеджерами и консультантами. Следующий вид дохода – это уже директор, если в вашей структуре, да, в вашей команде человек, которого вы пригласили со своей группой, делает товарооборот 7500 баллов в каталог, он уже имеет квалификацию в старший менеджер, через 8 каталогов он станет директором. И с этого момента, как только человек под вами открывает директорскую квалификацию, то есть в вашей, например, первой группе, групповой товарооборот составил 7500 баллов, 22%. Вам уже компания Replay предлагает новый вид дохода – директорский бонус. Условия, критерии для начисления этого бонуса, их всего два. Первое – это личный товарооборот 200 баллов, то есть если в предыдущем варианте, да, объемная скидка 150 баллов, когда уже под вами директор вырастает, 200 баллов. Но здесь и другие деньги, и другие доходы. То есть бонус 5% от этого товарооборота – это будет где-то 300-400 и более рублей белорусских с одной директорской группой. И при этом для того, чтобы вам платили этот директорский бонус, ваш товарооборот отрыв, скажем так, разницы, да, в процентном уровне с этим директором первым, помимо него у вас должно быть 3000 баллов с оставшейся группой. То есть когда первая директорская группа отделилась, там директоры, они работают самостоятельно, да, они дальше развивают свою команду, вы при этом кроме них имеете 3000 баллов. Ну, то есть, например, как на картинке – 200 баллов личных и 2800 баллов во второй веточке, которую вы строите. Что касается этого бонуса, понятно, да, то есть это уже другой вид дохода, его можно назвать пассивным, либо резидуальным доходом. Что такое пассивный доход, да, давайте разберем пример, я вот на следующем слайде вам покажу, и вам станет тоже понятно. То есть какие варианты вообще бывают, да, помимо нашего бизнеса, такого резидуального дохода, пассивного дохода. Например, если у вас есть квартира, ну, к примеру, вы ее приобрели за 50 тысяч белорусских рублей, и вы ее сдаете в аренду, вы не работаете каждый день, не ходите на работу для того, чтобы получать доход от этой квартиры, правильно? Она у вас стоит, и она вам приносит доход. Ну, например, это 200 рублей в месяц. Либо те же самые 50 тысяч рублей вы положили в банк под проценты, ну, например, под 10 процентов, да, в месяц это получается тогда 500 рублей. Вы не работаете, вы не ходите каждый день на забот, там, или школу, или в больницу, врачом работать для того, чтобы получить эти 500 рублей в месяц. Это пассивный доход. Точно такой же пассивный доход – это бонусы за директорские группы. Если вы выстроили группу, и там есть человек, которого вы обучили, он стал директором самостоятельно, то от его товара оборота вы уже не работаете с ним дальше, вы уже с другими людьми, либо вы ничего не делаете, просто 200 баллов, да, если у вас есть несколько директорских групп, такое тоже бывает. От этого товара оборота вы получаете 5 процентов гарантированный бонус, и, например, с одной директорской группы в месяц это как минимум 425 рублей. Может быть больше, и с товара оборот будет больше. То есть это совсем другой вид дохода, уже пассивный. Человек со своей группой работает сам, вы его научили, он стал директором, и вам платят деньги постоянно за его товар оборот, хотя вы с ним уже сегодня не работаете. Именно поэтому мы все стремимся получать такой вид дохода, да, пассивный. Думаю, всем интересно ничего не делать, да, с группой, и получать деньги каждый месяц гарантированно. Именно поэтому мы помогаем всем своим новичкам как можно быстрее стартовать и вырастить такую директорскую группу. Мы обучаем, да, сопровождаем и стремимся, чтобы как можно быстрее наши люди самостоятельно работали и становились директорами. Потому что такой вид дохода, ну, лично для меня он самый интересный. Понятно, ребят, в чем смысл, да, почему называем пассивный доход? Дальше, следующий вариант. Бонусы за директоров, которых уже даже не вы лично вырастили, а в вашей команде вырастили ваши директора. То есть, например, вы вырастили директора, да, вы с ним поработали. Через год у него тоже в команде, например, появляется директор. Потом у того директора тоже, да, что такое директор? Это человек, у которого товарооборот в группе 7500 баллов. Любой может получить варификацию директор. И вот даже если там друг друга люди обучают, да, выращивают директоров в своей команде, то вам будут платить даже и за эти директорские группы бонусы. Но если за директоров первого уровня, которых лично вы вырастили, вот на картинке кружочек вверх, да, на сцене, это вы. И вот, например, у вас в первой линии таких шесть директорских групп, то есть вы вырастили шесть человек до уровня директора. Вот за первую линию на прошлых слайдах мы видели это 5%. А во второй линии директора, если у вас появились, да, уже ваши директора вырастили такие свои команды с товарооборотами 7500. А за этих людей, которых ваши директора вырастили, вам платят 2% бонус с их товарооборота, то есть в месяц это где-то 200 рублей, да. И условия для получения такого бонуса у вас должно быть как минимум 2 директора в первой линии, и со второй и дальше вам платят золотой вот этот бонус. Следующий бонус уже в третьем поколении в глубине, если у вас появились директора, за них вам платят 0,5% от их товарооборота и так далее. То есть даже если друг по другам вырастает директор все такие организации, вам за них платят бонусы, при том, что вы с этими людьми можете быть даже незнакомыми, то есть их обучили и вырастили уже директора вашей организации. И вот внизу на слайде вы видите стрин, вырезку одного из информационных листов. Текущий каталог еще не закончился, еще нечего показывать. Ну и взяла наугад один из каталогов текущего 2018 года, который уже завершился лично мой пример. Я на сегодняшний день являюсь первым директором, то есть в первом поколении у меня 4 директорские группы уже самостоятельные, ну и плюс я продолжаю растить новые команды. Так вот, смотрите, не очень понятно, но давайте искать глазами цифры, о которых мы говорим. Объемная скидка. Помните этот вид бонуса? Это за личный заказ, да, 22%, так как у меня большая группа, и разница в процентном уровне между мной и моими менеджерами персональной группы. Вот на данном примере справа мы видим внизу скидка ОС, колонка 574 рубля. Ну, неплохой бонус, правда? Это за тех менеджеров, с кем я сейчас активно работаю. А теперь смотрим пассивные бонусы, да, за тех директоров, с кем я сейчас уже не работаю, с кем я работала 2, 3, 5, 6 лет назад. Смотрим. Бонусы, самая нижняя строка. Смотрите, директорский бонус. 1500 рублей. Разница чувствуется, да? То есть это пассивный доход за те директорские организации моей первой линии, которые я вырастила раньше. Сейчас мне продолжают за них платить в каталог 3 недели, заметьте, 1500. То есть в месяц это 2000 рублей пассивного дохода за директоров, которых лично я вырастила. Смотрим далее. Золотой бонус. То есть это за директоров, за директорские группы второго поколения глубины, которых уже вырастили мои директора. Не я, а мои люди, которых я все время научила. 800 рублей в каталог. Видите, золотой бонус 816 за 3 недели. Сапфировый бонус, то есть это уже даже за следующее поколение, да, в третьем уровне по отношению ко мне находятся директорские команды. И дальше. Это всего лишь 0,5% с товарооборота этих директоров, да, их директорских команд. Но это тоже 500 рублей в 3 недели, да? Примерно та же цифра, что и объемная скидка у меня. Но это пассивный бонус за товарооборот людей, с которыми работала даже не я, а те люди, которых мои директора научили работать. Идея понятна, ребят? Итого, если все сложить в каталог 3 недели, 3400 рублей. Из них активный бонус, то есть те, с кем я сейчас работаю, это 574. А остальные почти 3000 рублей. Это деньги пассивные за товарооборот директорских групп, которые выращены мною ранее, либо даже не мною, а моими директорами. И вот здесь основные деньги. То есть когда некоторые говорят, ой, там, ну я пригласила пару человек, там, объемная скидка, небольшой совсем доход, все это несерьезно. Ребят, вы не туда смотрите. Главные деньги зарыты в глубине, в товарообороте директоров, которых мы выращиваем и обучаем. И вот если вам интересно, да, можете даже посмотреть, буквально сегодня я на ютубе делала прямую трансляцию своего личного кабинета. Так вот, с 1 января по 1 сентября 2018 года мой доход, вот эти все бонусы, да, от компании, которые я наличными деньгами через банк получила, это 24500 долларов. Ну, конечно, в белорусских рублях начисли. И вот скажите мне, для Беларуси 24000 долларов за неполный год работы, мама в декрете, да, у меня только в мае закончился декретный отпуск, вот сейчас сентябрь. У вас есть хотя бы одна знакомая, которая столько же зарабатывает? Это же реально, если получилось у меня, вы тоже сможете. Просто я не один год работаю в бизнесе, не два, а почти 10. Представьте, если вы сегодня начнете работать, пускай вам потребуется 10 лет, чтобы выйти на такой уровень, сколько вам будет тогда? Кому-то 35, кому-то 40, кому-то 50. Но есть ли у вас шанс выйти на такой доход, да, в месяц там 5000 рублей, к примеру, если вы ничего не измените, останетесь работать там же, где вы сейчас работаете? Или пойдете по специальности, если, например, сейчас в университете, пойдете врачом, инженером, еще каким-то специалистом. Есть у вас такие перспективы? Но согласитесь, нет. И в этом вся разница. Да, у нас деньги не сразу. Начинаем с маленьких бонусов. Но тем не менее, посмотрите, какие результаты вы получите. Следующий, восьмой вид дохода, премии за новое звание, они выплачиваются единовременно. То есть это уже не каждый каталог, не каждый месяц. Один раз ты закрыл новое звание, тебе заплатили. Такие звания, потом можете запись пересмотреть или скрин с этого экрана сделать. У нас лестница успеха большая. Чем больше директорский групп у вас в первом поколении или в глубине, тем больше ваши бонусы, доходы ваши, которые вы получаете, и премии единовременно. Например, вот моя последняя премия, когда я закрыла звание сапфировой директора, была 4 тысячи долларов, кроме того дохода, который я получаю. И, кстати, здесь указан средний доход в месяц. Это цифры, взятые с официальных источников, с маркетинг-плана компании. И здесь вот, допустим, на моем уровне сапфировой директора сказано 3 тысячи 400 в месяц. А если вы видели прошлый сайт, я 3 тысячи 400 зарабатываю в каталог 3 недели. То есть в месяц намного больше может получаться, если у вас правильно выстроена хорошая стабильная организация. И последний столбик – это среднее время достижения. Сейчас, работая проектом, когда мы помогаем строить группу вертикально, друг по другу людей регистрируем, достигнуть той же квалификации, которую я там сделала за много лет, можно буквально за 2-3 года работать. Это реальный пример. У меня есть знакомые, которые делают очень быстро сейчас высокие квалификации. То есть восьмой вид дохода – это премии за закрытие нового звания. Следующий вид дохода – девятый. Не материальный, не деньгами выплачивается – это путешествия. Начиная с квалификации менеджера 15%, то есть это буквально товарооборот 3000 баллов. Это 30 человек у вас в команде. И далее, когда вы растете по плану успеха, вам компания до 4 раз в год, в зависимости от вашего уровня, от вашей квалификации, оплачивает путешествия на конференции за границей. Виза, перелет, питание, проживание в пятизвездочном отеле, вечеринки, конференции, на ипподром. Вот нас в этом году в Испании, в Мадриде водили. Все, что только можно придумать, и даже то, чего придумать нельзя, компания для нас организует и бесплатно нас возит в такие путешествия за достижение плана, который нам выставляют. То есть вам, допустим, озвучили, что для того, чтобы поехать в следующем году на Пальма-де-Майорка, вам нужно до 14-го каталога сделать звание золотой директор, то есть две директорские круга. Если вы выполнили этот план, вы гарантированно едете на Пальма-де-Майорка. То есть всегда озвучивается квалификация, выполнил, получил бонус. Десятый вид дохода – авто-бонус. С уровня бриллиантовый директор, когда у вас 6 директорских команд, вы имеете право выбрать любой автомобиль премиум-класса, то есть это может быть Volvo, может быть Mercedes, другой какой-то, который вам понравится на определенную сумму, которую вам озвучивают также, исходя из вашей квалификации, и получить в виде авто-бонуса этот автомобиль, не заплатив за него нисколько. То есть закрываю звание бриллиантовый директор, завтра иду в автосалон, сажу свой автомобиль и еду домой, и деньги не плачу. То есть авто-бонус с уровня бриллиантовый директор. Потом вы можете, например, в 2-3 года там поездить, да, через 3 года продать этот автомобиль, вот, и, например, за 30 тысяч долларов, которые вы выручили от его продажи, купить себе квартиру в Бомбере, к примеру, да, или своему сыну. Воспользуйтесь как хотите. Бонус не денежный, материальный, но я считаю очень достойный и есть смысл поработать. Это официально прописано в маркетинг-плане, то есть если вы подумаете, ну да, рассказывай, это все официально. Можете зайти на сайт Replay, посмотреть, скачать план успеха, почитать эту информацию, это если указано на сайте, да, при выполнении данных квалификаций вы гарантированно это получаете. Если бы это было неправда и было прописано в маркетинг-плане, то, согласитесь, на компанию можно было давно подать суд и выиграть процесс за то, что обманывают людей, написали, допустим, квалификацию, а машину не подарили. То есть все виды дохода, которые вы сейчас увидели, это все реально. Есть очень много людей, которые уже получают. Но скажите, ребят, вот кто из ваших знакомых знает обо всех возможностях Replay и нашего бизнес-проекта? Кто знает о том, что можно зарабатывать деньги, о том, что можно получать в подарок автомобилей, путешествия от компаний, что можно получать в премии тысячи долларов, шесть тысяч долларов, да, что можно доход получать огромный, в десятки раз больше, чем люди имеют на предприятиях. Кто знает? Другой вопрос к вам, ребят. Кто сегодня об этом расскажет вашим знакомым? Что вы будете делать с этой информацией? Положите под подушку ее и ляжете спать? Либо же вы поймете идею и начнете приглашать людей хорошо выглядеть, экономить, зарабатывать деньги, жить в свое удовольствие. Решать вам, ребят. Я свой выбор сделала и результаты сегодня вам показала. Какие есть варианты? Выбирайте любой, который вам нравится. Можно просто покупать для себя, а можно совсем по-другому распорядиться этой информацией. Буду с вами прощаться. Я надеюсь, что информация сегодняшняя была вам понятна. Несите ее в массы, приглашайте людей в бизнес, и пусть у вас все получится намного быстрее, намного круче, чем в свое время получилось и мне. Я вам этого желаю. Прощаю. И до встречи на вебинаре завтра. Счастливо. Пока. Счастливо. 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 Продолжение следует...